27 детей сотрудников полиции, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области, прибыли на оздоровительный отдых в Анапу. Ребята проведут 18 дней в санатории МВД России «Юность». Дети и подростки в возрасте от 2 до 18 лет из Нижнеудинска и Тулунского районов в сопровождении родителей сотрудников МВД России по Иркутской области прилетели специальным авиабортом Росгвардии из Иркутска в Анапу. Это очень значимое событие для всех людей, в сердцах которых отозвалась боль данного происшествия. А мы в свою очередь постараемся сделать этот отдых для них максимально приемлемым и абсолютно комфортным. В ходе отдыха их ждет вся та программа, которая предусмотрена нашим регламентом. Это и анимация в том числе, это и вводные, и процедуры в том числе. Ну, все в зависимости от того, что будет им назначено. А так море, солнце, бассейны на территории нашего санатория, площадки спортивные, развлекательные, любые другие. Режим чрезвычайной ситуации сейчас действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах. Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным, в результате паводка погибли 22 человека. Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Я рассчитываю, что мы будем много купаться, лечиться, загорать, ну и получать заряд энергии, как бы восстанавливать свое, как это сказать, состояние после того, что случилось у нас дома. Приходить в себя, когда вот канапе подлетали, увидели море, пляжи, постройки. Очень здорово, все красиво, супер просто. Алиса Давыдова, 39 канал.